Здравствуйте! Планировал эту программу как сигнал о проблеме, которая уже неделю волнует тысячи самарцев и доставляет им неудобства. Но в течение сегодняшнего дня пришла разъяснительная информация, так что и я переформатирую этот выпуск в информационные, ну и озвучу на будущее недочеты в работе с населением. Речь идет о том, что в понедельник резко и без всяких объяснений перестали ходить маршрутки по 47 маршруту автобуса с конечной в Юнгородке, а большие муниципальные автобусы ходили только до Кировского рынка. Вот люди, привыкшие ездить на работу, на заводы наши без пересадок, попали в неприятнейшую ситуацию. Ну им надо было выбирать или ездить с пересадками, тратя лишнее время, деньги, ну либо пешочком от Кирова до Земица топать. 7 числа у нас исчезла газель номер 47, то есть мы перестали попадать на работу к себе. В середине апреля у нас исчезли шестерки, и теперь добраться до Юнгородка мы можем только с пересадками, то есть на маршрутках других и пересадки на трамвай. У нас осталось очень-очень мало возможностей сюда добраться, так как автобус 29-й ходит где-то раз в полтора часа и то в час пик. На 38-м люди тоже могут добраться только с утра и вечером, но опять же интервал движения очень большой, так как у нас наземится на заводском все время пробки, то есть очень долго едет. И главное, не было никакой информации и понимания, что это и что будет дальше. Вот этот сбой был временным или навсегда отменили этот маршрут? Пытались люди узнать, что к чему? Да безуспешно. Понимание, кто был инициатором, чья это была инициатором? Понимания у нас нет абсолютно, потому что городадминистрация молчит, самаравтогаз тоже не отвечает. Все это произошло без какого-то объявления, предупреждения, то есть ни со стороны городадминистрации, ни со стороны перевозчиков не было объявлений, то есть это все было спонтанно. В понедельник утром мы доехали до работы на 47-м, после работы все, их нет. Как сказали перевозчики на другом маршруте, то есть их сняли в обед. Всем сказали, ну вот... Всем спасибо, все свободны. Да, то есть им позвонили водителям и сказали, что все, вот сюда вы больше не ездите. И все, и они исчезли. В профсоюзе в нашем, я вчера узнавала, они пытались дозвониться в департамент транспорта города Самары, так и не дозвонились. То есть там не берут трубку вообще. Вот хочу всех заинтересованных в этом вопросе самарцев проинформировать. 47-е теперь ходят до конечной в Юнгородке, до столбов этих недостроенных, ну как маршрутки. Но теперь это большие вместительные машины. Мы во время съемок то ли первые эти машины на маршруте застали, то ли это были какие-то пробные рейсы. Но факт, мы видели их там уже. А вот приехав на студию, прочитал в информлентах, что все, 47-е автобусы пустили до Юнгородка. Можно выдохнуть и ездить теперь без пересадок и даже с большим, чем раньше, комфортом. Слава богу, что все разрешилось наилучшим образом. Но вот все равно к организовавшим вот эту всю круговерть остаются вопросы и претензии. Ну зачем все было делать так коряво? Та же организация, что эксплуатировала маршрутки, получив в управление все автобусное хозяйство города, заменила их на линии своими большими машинами. Ну вроде все логично и правильно, кроме одного. Нафига было на неделю сотни, а то и тысячи самарцев на уши ставить и вообще устраивать вот этот разрыв? Одно убрали, второе не ввели. Почему было не пустить автобусы сразу же в понедельник? Ну или если это было тогда невозможно и случился какой-то там затык, почему не оставили до сегодняшнего дня те самые маршрутки? И на будущее научитесь вы наконец работать с людьми в информационном плане, разговаривать с ними, доводить нужную информацию, чтобы не порождать возмущение и претензии на ровном месте. Вот в чем была проблема разместить на конечной или по этой округе объявления? Да или хотя бы просто брать трубку телефона в департаменте транспорта, куда люди, по их словам, так и не смогли дозвониться.